Шары вращаются, образуя различные фигуры или перекатываются по рукам и телу. Это и есть контактное жонглирование. Шар не должен оторваться от тела. Именно в этом залог победы. Для меня любой вид это прежде всего техника, потому что вид сам по себе не может развиваться, если он не техничен. И, соответственно, артистизм. Нельзя выполнять одни и те же элементы, не вкладывать в них душу. Любой номер должен быть установочным, люди должны в него вживаться, раскрываться через него и отражать, собственно говоря, своими движениями и своими элементами, своей программой то, какие они есть внутри. Первый открытый московский фестиваль по контактному жонглированию не только повод объединить всех поклонников и ценителей этого вида спорта. Это еще и конкурс. Но участники появились не сразу. По сусекам скребли. Обращались, пользовались социальными сетями, пользовались знакомствами. Приезжали на Болотную площадь, это место, где иногда собираются обычные жонглеры. Пытались через цирковые школы найти людей, которые тоже интересуются этим. За звание лучшего манипулятора акриловыми шарами сразились шестеро студентов. Задание одно на всех. Показать небольшую программу на свободную тему. Жюри оценивало техничность, артистизм и художественную реализацию номера. Участники постарались на славу. Просто я танцевал, а танец это когда движение с музыкой находит равновесие. У меня была такая шпаргалочка, вот если видно. Это последовательность трюков, по идее, для моего номера, как и зачем должно было выполняться. Но потом, когда первый раз на телевидении выступаешь непривычно, я решил немножко поэкспериментировать. И вот увидели, там один раз упал шарик, конечно, немного обидно. А так можно было, да, что-то, конечно, получше сделать. Члены жюри отметили, что не ожидали от первого фестиваля такого высокого уровня мастерства. Но первый шаг сделан. Организаторы надеются, что настанет время, когда россияне смогут на равных соревноваться с лучшими контактными жонглерами мира. Яна Макарова, Ольга Сунцова, Алексей Данилов. Телевидение Западного округа. Продолжение следует...